то займем, по крайней мере, одну из обителей, окрест чертога. Если же изнемогаем еще или расслабели мы в силах, то употребим все меры, быть хотя внутри стен. Ибо кто прежде конца не войдет туда, или, лучше сказать, не перейдет через стену, тот водворится в пустыне. Почему некто молился, говоря, Богом моим приду в стену? Псалом 17.30 И другой говорит, как бы от лица Божия, «Не грехи ли ваши разлучают между вами и мною?» Исайя 59.2 «Разорим, о други, это средостение ограды, которое на зло себе соорудили мы прислушанием. Здесь получим удостоверение в прощении долга, потому что в Абе никто врачевать не может. Освободимся от забот, братья, потому что вписались мы в число, не связанных делами житейскими. Невозможно отговариваться нам ни грехопадением, ни временем, ни тяжестью времени. Ибо всем нам, которые баню паки бытия прияли в себя Господа, дал он власть бы чадами Божьими, сказав «Упразднитесь и разумейте, ибо я есть Бог» И бесстрастие ему слава во веки веков. Аминь. От земли на небо выставляет нищий ум, и от гноища страстей воздвигает у Бога блаженное бесстрастие. А всепетая любовь посаждает его с князьями, со святыми ангелами, с князем людей Господних. Слово тридцатая. О союзе трех преимущественнейших добродетелей. Ныне же, наконец, после всего нами сказанного, пребывают три сии, скрепляющие и поддерживающие союз всего вера, надежда, любовь, больше же всех любовь. Потому что сам Бог так называется. А я в одной вижу луч, в другой свет, в третий круг. Во всех же одно сияние и одну светлость. Одна все может творить и созидать, другую окружает и делает непостыдную Божию милость. Третья не падает, не останавливается в течении. И уязвленному ей не дает уже упокоиться от блаженного восторга. Кто намеревается говорить о любви Божией, тот предприемлет говорить о Боге. Вести же слово о Боге трудно и даже опасно для невнимательных. Слово о любви известно ангелам, да и им по мере действующего в них озарения. Бог есть любовь. Но кто намеревается изречь определение существа Божия, тот ничего не видя меряет песок в бездне. Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько возможно тот смертным. По действенности своей она упоение души и по отличительному свойству источник веры. Бездна долготерпения, море смирения. Любовь в собственном смысле есть отложение всякой противной мысли, потому что любовь не мыслит зла. Любовь, бесстрастие и сыноположение различаются между собой именованиями и одними только именованиями. Как свет, огонь, пламень сливаются в одну силу, так разумея любви, бесстрастие и сыноположение. Десять. По мере оскудения любви является страх, потому что в ком нет страха, тот или исполнен любви, или мертвый душою. Немало неоскорбительное и желание, и страх, и рачительность, и ревность, и порабощение, и любовь к Богу представлять в образах заимствованных из человеческого быта. Блажен, кто приобрел такую же любовь к Богу, какую восторженный любитель имеет к своей возлюбленной. Блажен, кто столько же боится Господа, сколько осужденные боятся судьи. Блажен, кто столько торочителен истинным мрачением, сколько благодарные рабы усердны к своему Господину. Блажен, кто стал таким же ревнителем добродетелей. Какими из ревностей бывают мужья в надзоре за своими супругами. Блажен, кто так предстоит в молитве Господу, как царю предстоят слуги. Блажен, кто старается непрерывно угождать Господу, как иные угождают людям. Не столько матерь прилеплена к грудному младенцу, сколько сын любви привержен всегда ко Господу. Кто истинно любит, тот непрестанно воображает лицо любимого и с удовольствием объемлет его внутренно. Таковое не может даже и во сне успокоиться от сильного желания, но и во время это занят мыслью о любимом. Так бывает в природе телесной. Так бывает и в природе бесплодных. Некто уязвленный любовью сказал о себе, чему удивляюсь, я сплю по требованию природы, а сердце мое бдит по обилию любви. Песня 5.2 Должен заметить тебе, верный брат, что олень душа, истребив этих гадов страсти, желает уже и скончаться, Псалом 83.2 Огнем любви ко Господу, как бы пораженная ядоносной стрелою. Действие голода как-то неявно и незаметно, а действие жажды сильной, явной и всякому заметной по внутреннему жару. Поэтому-то пламенеющий любовью к Богу говорит, «Вас жаждала душа моя к Богу крепкому, живому!» Псалом 41.3 Если воззрение на лицо любимого явственно и всецело изменяет нас и делает веселыми, радостными, беспечальными, то чего не сделает лицезрение владыки, когда невидимо посещает он чистую душу? Страх, когда он плавнут во внутреннем чувстве души, истребляет и поедает скверну, ибо сказано, пригвози страху твоему плоти моя, а святая любовь некоторых поедает, по слову сказавшего, сердце наше привлекла, если сердце наше привлекла. Песень 4.9 А иногда делает иных светлыми и радостными, ибо сказано, «Но него уповало сердце мое, и помог мне, и просвела плоть моя, и сердцу веселящемуся лицо светет» Притча 15.13 Когда уже весь человек как бы срастворен Божьей любовью, тогда и наружность его в теле, как бы в зеркале, как он показывает светлость души. Так прославлен боговидец тот Моисей. Достигший такого равноангельного состояния нередко забывает о телесной пище. Думаю, что нечасто ощущает и алканье той. И это неудивительно, потому что и противоположное это, и любовь часто лишает желания пищи. Думаю, что и тело этих нетленных не подвержено уже обыкновенным болезням, потому что оно очищено и некоторым образом соделано нетленным в пламени непорочности, пресекшей плоское воспламенение. Думаю, что когда приступают они ко вкушении пищи, приступают уже без всякого усложнения, потому что корень растения питает подземная вода, а душу их небесный огонь. 20. Умножение страха – начало любви и конец непорочности – основание богословия. Кто чувствами своими совершенно соединился с Богом, тот им тайно водствуется в уразумении слов его. Без этого же единения трудно рассуждать о Боге. Соприсно-сущное Богу Слово совершает непорочность, пришествием своим умертвив смерть. По умертвившей смерти ученик богословия просвещается. Слово Господне, которое от Господа чисто пребывает в век века. Кто не познал Бога, тот говорит по догадке. Непорочность делает ученика богословом, и он сам собою постигает догмата Троицы. Кто любит Господа, тот прежде возлюбил брата своего, потому что второе служит доказательством первого. Кто любит ближнего, тот никак не потерпит клеветников, скорее же побежит от них, как от огня. Кто говорит, что любит Господа, огневается на брата своего, тот подобен человеку, которому снится, что он бежит. Сила любви в надежде, потому что ею ожидаем награды за любовь. Надежда есть обогащение невидимым богатством. Надежда есть несомненное сокровище до приобретения сокровища. Трисусть. Она упокоение от трудов, она дверь любви, она истребляет отчаяние, она образ отсутствующего. Оскудение надежды, утрата любви. Надежда привязывает к трудам. Она поддерживает в подвигах, ее окружает Божия милость. Монах, исполненный благой надежды, наносит смерть унынию, и мечом первой не излагает второе. Надежду рождает опытное изведение даров Господних. Кто не изведал их опытом, тот не освободился от сомнений. Надежду разрушает раздражительность, потому что надежда не посрамляет. А муж ярый неблагообразен. Притча 11.25. Любовь снабдительница пророчественного дара, любовь подательница чудес, любовь бездна озарения, любовь бездна озарения. Любовь – огненный источник. В какой мере источает питье, в такой же мере попаляет жаждущего. Любовь – ангельское состояние, любовь – вечное приспияние. Возвести нам, прекраснейшие из добродетелей, где пасешь овец твоих, где почиваешь в полдень, Песнь 1.6. Просвети нас, напой нас, наставь нас на путь, руководствуй нами, ибо желаем, наконец, прийти к тебе. Ты над всеми владычествуешь. Теперь же и мою привлекла к себе душу. Не могу удержать в сердце пламени твоего. С чего начну песнословить тебя? Ты владычествуешь державой морской, возмущение же волн его укращаешь и умерщвляешь. Ты смиряешь, как язвен гордый помысл, мышцы и силы твои расточил врагов твоих, а любителей своих делаешь неодолимыми. 37. Но желаю знать, как Яков видел тебя, утвердившуюся на лестнице. Удовлетвори моему желание и скажи, в чем состоит способ такого восхождения? Какой образ, какая цена у тебя того сочетания степеней, по которым восхождение, которое в сердце своем положил, любитель твой? Жажду узнать, как велико число этих степеней, сколько потребно времени на восхождение. О руководителях, ангелах, возвестил нам, познавший борьбу твою и видение. Но не хотел, или лучше, если должно сказать точнее, не мог просветить нас ни в чем другом. И царица эта, как бы явившись мне с неба и как бы на ухо, беседуя с душой моей, сказала так, «Пока, любитель мой, не отрешившийся от дебилости, невозможешь познать красоту мою, какова она. Лестца сия, да научает тебя духовному сочетанию добродетелей. На вершине ее утверждаюсь я, как сказал великий таинник мой. Ныне же пребывают три сии «Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Конец. Краткое увещание, равносильное сказанному пространно. Восходите, братья, восходите усердно, полагая восхождение в сердце и внимая тому, кто говорит, «Придите, взойдем на гору Господню и в дом Бога нашего». Совершающего ноги наши, как олени и на высотах поставляющего, чтобы оказаться нам победителями на пути Его. Теките, умоляю вас, вместе с тем, который говорит, приложим старания, доколе достигнем все соединения веры в познание Божие, в мужа совершенного, в меру возраста, исполнения Христова. А Христос, крестившись тридцатилетним по человеческому возрасту, стал на тридцатой степени духовной лестницы, потому что Бог есть любовь. Ему держава, Ему сила, в нем вина всех благ и есть, и была, и будет в бесконечные веки. Преподобного отца нашего Иоанна Игумена Синайской горы слово к пастырю. Слово к пастырю. Вдоль мне этой книги последним из всех поставил я тебя, Богомудрый Отец, но уверен, что в горне прежде всех нас удостоен ты божественного написания. Ибо истиненсказавшие последнее по образу мысли о себе первое достоинством будут. Глава первая Тот в собственном смысле пастырь, кто словесных овец, погибших от простоты, может взыскать и исправить собственную своей рачительностью и молитвою. Тот кормчий, кто от Бога и вследствие собственных своих трудов прияв духовную силу, может извлечь корабль не только из треволнения, но и из самой бездны. Тот врач, кто, имея неболезненное тело и душу, вовсе не требует никакого пластыря у других. Тот истинно учитель, кто духовную книгу ведения, начертанной Божиим перстом, то есть действием озарения, непосредственно прияв от Бога, не имеет нужды в других книгах. Неприлично учителям преподавать по списанному у других, а живописцам писать картины только со снимков. Ты, который учишь дольних, сам учись свыше у небесных и почувственными образами преподавай иное духовное, не забывая того, кто сказал ни о человеках, ни через человеках преподаю учения, потому что дольнему никогда не уврачевать земного. Добрый кормщик спасает корабль, и добрый пастырь оживотворит и исцелит духовных овец. В какой мере овцы, неослабно преуспевая, следуют за пастырем, в такой же мере даст он отчет за них домовладыки. Словом, как каменьем домещит пастырь в овец, которые отстают по лености или по чреву угодии, ибо это признак доброго пастыря. Когда овцы, распаляемые зноем, или лучше сказать телом, начнут дремать душевно, тогда пастырь, возводя взор к небу, тщательнее да бодрствует над ними, потому что во время этого зноя многие обыкновенно делаются добычей волков. Впрочем, если они по подобию того, что видим в овцах наружно, во время зноя этого главу души своей преклоняет долу к земле, то знаем, что сказано, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Когда же пасту застигнет тьма и ночь страстей, тогда пусть неподвижно перед Богом на страже ночной стоит пес, ибо ничего нет странного, если ум свой представишь истребителем этих зверей. Глава 2 И это свойство естеству нашему дал благий Господь, что больной веселится, видя врача, хотя, может быть, и немалый не получит от него пользы. Запаси ситы достаточно пластырями, порошками, глазными примочками, питьями, губками, небрезгливостью, орудиями для сечения жил, прижиганиями, мазями, снотворными составами, ножом, перевязками. Если же не имеешь у себя этого, то можем ли показать свое искусство? Немало не можем, потому что награда дается за дела, а не за слова. Пластырь это врачество от страстей видимых, а прием лекарства внутрь это уврачевание страстей внутренних, очищение невидимой скверны. Порошок это бесчестие, уязвляющее и врачующее нас от гнилости самомнение. Глазная же примочка это ощущение душевного ока, ума, возмущенного омрачением раздражительности. Питье это выговор огорчающий вскоре врачующее. Сечение кровоносной жилы это скорое очищение неявного зловония. Это сечение в собственном смысле, это решительная и жестокая мера ко спасению недужных. Губка это после сечения жива или другого рукодействия в снисходительных, кротких и нежных словах врачом подаваемое больному утешение и успокоение. Прижигание это правило и эпитимия человеколюбива на время налагаемое для покаяния. А масть это утешение по прижигании, предлагаемое больному или в слове, или в кратком прошении. Дать снотворный состав значит принять на себя бремя послушника и через ослабление подчиненности даровать ему недремленный сон и святую слепоту. чтобы не видел он своих совершенств. Употреблять перевязки значит терпением до самой смерти подкреплять и сдерживать расслабленных и приведенных в изнеможение тщеславием. Конец же всего есть нож. Это определение и приговор об отсечении душевно омертевшего и согнившего члена, что у проказа своей не сообщил он прочим членам. Счастливое свойство в врачах не брезгливость, а в настоятелях бесстрастие. Как врачи, не имея брезгливости, без замедления приступают к зловонной язве и оказывают всякого рода пособие, так беспристрастные настоятели будут в состоянии воскресить всякую умершую душу. В одном из обетов настоятеля да будет всякому сострадать и ко всякому приспособляться по достоинству каждого, чтобы иначе и он, подобно Якову, ам. 6.6, не соделал вреда и возлюбленному, и соучащим. А этому обыкновенно подвергается настоятели, когда не имеет еще душевных чувств, совершенно обученных в рассуждении добра же и зла и среднего между тем и другим. Глава 3. Великий стыд настоятелю, когда молится он о даровании послушнику того, чего сам еще не приобрел. Как увидевшие лицо царево и снискавшие себе дружбу самого царя и всех служителей его, могут уже, если захотят сделать, что даже и незнакомые царю или и враги его насладились зрением царской славы. Так представляю себе и о святых. Самых близких друзей царевых уважают друзья и бывают послушны им, даже, может быть, терпят от них и принуждения. Хорошо приобрести себе в друзья друзей духовных, ибо никто не содействует нам столько в добродетели. Некто из боголюбцев поведал мне, что и всегда, особенно в одни годовых и господских праздников, Бог ущедряет дарами рабов своих. Глава 4. Врачу должно совершенно совлечься страстей своих, чтобы в иное время можно было ему притворно показать себе какую-нибудь страсть, особо раздражительность. А если не в полной мере удалил он от себя страсти, то не будет в состоянии оставаться бесстрастным, принимая на себя вид одержимого страсти. Случалось видеть, что конь, который не вполне приобучен к послушанию, пока держит его в узде, идет спокойно, но вдруг готов сделать зло своему господину, если несколько ослабит он узду. В рассуждении двух демонов настоящее требование вообще имеет место. Намеревающиеся доискаться, пусть доискиваются, не щадя трудов. Глава 5. Врач тогда узнает данную ему от Бога премудрость, когда возможно исцелить недуги, неувраченные многими. Не тот учитель достоин удивления, который понятливых детей сделал умными, но тот, который умудрил совершил непонятливых и тупоумных. Тогда обнаруживается и заслуживает похвалу способности ездоков, когда и на недобрых конях одержат победу и коней сберегут невредимыми. Если имеешь дар предвидеть волнение, то ясно предуведомь о том плывущих с тобой на корабле. Против можно случай будешь виновен в кораблекрушении, потому что все беззаботно верили тебе правление кораблем. Видел я врачей, которые не предваряли больных о причинах болезни, а тем и больным и себе причинили великий труд и сокрушение. В какой мере настоятель и в послушниках своих и в дальних увидит к себе великую доверенность, в такой же мере со всякою осторожностью, да наблюдает за собой самим во всем, что не делает и что не говорит, зная, что все смотрят на него как на первоначальный образец, и что от него выйдет, почитает то для себя за правила и закон. Истинного пастыря покажет любовь, потому что из любви претерпел распятие наш пастырь. Глава шестая примечаемый в других порог себе присвояй на словах, и ни в каком случае не будет тебе великого стыда. Оскорби больного на время, чтобы не застарела его болезнь или не умер он от твоего ненавистного молчания. Многие по молчанию кормчиво предполагали, что плывут благополучно, пока не подверглись вскоре крушению. Послушаем, что великий Павел пишет Тимофею. Настой, говорит, во время и не во время. Благовременно, как думают всегда, обличаемые с удовольствием принимают обличение, а безвременно, когда обличение их уязвляет, и из источников струятся воды, когда нет и ни одного жаждущего. В настоятелях бывает, так сказать, природная стыдливость, по которой нередко умалчивают они и о том, что должно было сказать послушникам. Таковы, да не отказываются делать то же, что учители делают с учениками, и нужное объяснение пусть изображают им даже на письме. Послушаем, что о некоторых говорит Божье Слово. посицею, то есть сруби ее, для чего и землю зря занимает, и еще исхить злого от вас. И не молюсь о людях, не молюсь за людей этих, Ереме 11,14. Подобно этому запрещено было молиться и о Сауле, 1 Сарш, 16,1. Все это необходимо знать, пастори, над кем, как, и когда должно быть приведено в исполнение все это, потому что всего истиннее Бог. Если кто обреченный на единение стыдится, то он и обречение при многих обратит в повод к бесстыдству, добровольно возгнушавшись своим спасением. Глава 7 Имею в виду и то, что, как видел, бывает со многими благорассудительными больными, зная свою болезнь и немощь. Они умоляли врачей, что упротив воли связали и филипфили, употребив это произвольное насилие, потому что дух у них бодр по упованию будущего, а плоть немощна по причине прежних худых навыков. И я, в виде это умолял врачей послушаться больных. Путеводитель должен не всем приходящим назначать путь узкий и тесный и не всякому изоблагое и бремя легкое, а напротив того внимательно смотреть и приличным образом каждому приноравливать врачевство. Обремененным тяжкими грехами и близким к отчаянию прилично второе врачевство, а тем, которые склонны к высокомерии и самомнению первое. Иные намереваясь идти в дальний путь и сбросив спросив людей знающих, когда услышали от них, что путь прямой, гладкий и безопасный по слуху этому, отложив все заботы при уготовлении себя к путешествию, в половине пути или потерпели бедствие, или должны были воротиться, будучи неприготовлены к встретившимся скорбям. А равные наоборот разумеют, что где любовь Божия коснулась сердца, там слова не произведут слова страха, где виден страх гиенна, там терпение трудов всякого рода, и где приметно упование царствия, там пренебрежение всего дольнего. Хорошему военачальнику должно явственно знать, где место и назначение каждому из подчиненных. Ибо может быть во множестве есть способные стоять с ним за товарищей в передних рядах, или выйти на единоборство, между тем, как заставлены на ней оставаться в бездействии. Один кормща без содействия корабельных служителей не может спасти корабль. И врач не исцелит больного, если наперед больной со всем доверием, не вызовет на это врача своими просьбами и тем, что покажет врачу свою рану. Стыдившиеся врачей доводили раны до загноения, а многие нередко и умирали. Глава восьмая Пастырь, когда пасет овец, да не перестает употреблять в дело свирель слова, особо же, когда овцы готовы погрузиться в сон, потому что волк ничего так не боится, как отголоска пастырской свирели. Настоятель должен как не всегда уничижать себя неразумно, так и не всегда возвышать себя безрассудно, в обоих случаях взирая на шествующего перед ним Павла. Господь нередко закрывает глаза подначальных при некоторых недостатках настоятеля, и если сам он обнаружит эти недостатки, то породит недоверие к себе. Видел я настоятеля, который по крайнему смирению советовался в иных делах с чадами, и видел другого, который по самомнению собственную свою мудрость хотел показать им немудрою, и обходился с ними шутливо. Редко однако же видел я, что по некоторому обстоятельству люди, преданные страстям, начальствовали над бесстрастными, и, устыдясь подначальных, мало-помалу отсекали от себя собственные свои страсти. И, как думаю, воздаянием для спасаемых было то, что произвело в настоятелях перемену эту, так что страстное начало дела послужило для них основанием бесстрастия. Глава 9. Должна остерегаться, чтобы приобретенного в пристани не расточить среди моря. Сказанное, разумеет, не приобучившееся еще к внешним мятежам. Подлинно великое дело благодушно и мужественно переносить и зной, и тишину, и бездействие, безмолвие, и не искать развлечений и утешений вне корабля кельи. Как беспечные мореходцы во время безветрия ищут прохлады в водах. Несравненно же выше не страшиться мятежей, но и при шуме их сохранять небоязненное и непоколебимое сердце, проводя время наружно с людьми, а внутренне с Богом. Глава 10. Глава 10. Мирские постановления да послужат тебе досточудны основанием для наших постановлений. Подсудимым иной приходит в наше поистине страшное судилище, а другой, ни в чем не будучи виной, он поспешает на Божие делания и служения. Между пришествием того и другого есть большая противоположность, а потому каждая требует особенных правил, подлежащей ответственности, прежде всего пусть будет допрошен, впрочем, наедине. Какого рода были дела его? И это нужно по двум причинам, чтобы этой исповеди, приведенной в совершенное сокрушение, отложил он всякое дерзновение, и чтобы узнал, какие язвы берем на свою ответственность. И это побудило его любить нас, не забывая честный отец, так как небезызвестно тебе это, да не будет этого, а именно, что Бог приемлет в рассуждениях подсудимых и места, и обращения к лучшей жизни и способности человека, потому что много в этом бывает видоизменений и разностей.